Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как научиться разделять отца и молодого человека при разногласиях и сорок? Все размывается и реагирует так, будто это мой отец. Он настолько обращался, поэтому я защищаюсь, нападаю, молчу и боюсь. Хоть это мой парень и все хорошо. Ну, аноним, давайте для начала, наверное, признаем, что если у вас повторяющийся разногласий ссор, то не все хорошо, да? Я правильно, не смотря на то, что это ваш парень, не все хорошо, не все хорошо. Промышевый ссорочист. Это первое. Второй момент, который, на мой взгляд, нужно увидеть, это то, что проблему желательно унифицировать. То есть, признать, что она в какой-то степени универсальная и для отца, и для молодого человека. В том смысле, что вы как-то по особенному реагируете. Ну, на ситуацию с конфликтом, с ссорой, вот. Как-то вы, ну, болезненно, болезненно на это реагируете. Вот. И нужно постараться увидеть то, как и на что вы реагируете. То есть, что конкретно вызывает у вас негативную реакцию? Что конкретно вызывает у вас, ну, очевидно, страх? Так, вот. Да. Вот с этим, на мой взгляд, желательно поработать. То есть, да, на отца у вас есть, скорее всего, в какой-то степени, обиды. Вот вы их не прожили. Ну, до сих пор, получается, вот, то есть, до сих пор они вас как-то гложат, до сих пор они вас мучают. Вот, до сих пор они вас тревожат. И до сих пор вы, вот, наверное, по отношению, по отношению к своему отцу испытываете определенные чувства. Дальше, вот вы сами говорите, да, разделять. То есть, ну, а что там? То есть, ну, разделять это, это как? То есть, как это, вот, буквально, что вы подразумеваете подразделением? Ну, буквально, вот, что вы имеете в виду? То есть, как вы, например, допустим, ну, узнаете, да, как вы узнаете, что, что вы разделили, ну, что вы разделили? Как вы узнаете, что вы разграничили это? Вот, то есть, вот этот момент, он здесь довольно важен, потому что, если у вас нет, значит, понимания, да, того, как, если у вас нет понимания, понимания, того, как вы, ну, узнаете, да, там, как вы заметите, что, ну, условно говоря, разделение произошло. То есть, если вы не сможете для себя это сделать, вот, то, конечно, в этом смысле у вас и, в общем, в общем, для вас будут серьезные проблемы, как мне, ну, как мне видится, и, как мне кажется, там, там еще, ну, будут, вот, так скажем, серьезные трудности с идентификацией, с идентификацией, так вот, можно здесь, как можно здесь сказать, вот, поэтому, судя по тому, что вы описываете, да, я думаю, я думаю, реагируете вы, ну, достаточно хаотично, скажем так, то есть, реагируете вы достаточно спонтанно, вот, вероятно, не зная того, как, ну, как и что вы в этом смысле, чувствуете, вот, понимаете, да, о чем идет речь, вот, это то, что на данный момент важно. Ну, и агрессия, агрессия невыраженная, которая у вас накопилась за то время, что вы, вот, находились в, ну, в деструктивных отношениях. Ну, вот, с папой своим, в данном случае, вот, тоже, на мой взгляд, даёт особенность, и даёт особенность достаточно серьезно. Вот, поэтому я думаю, я думаю, я думаю, повторюсь, я думаю, что вот на это вам нужно в первую очередь обратить своё внимание. Вот. И уже дальше, да, уже дальше смотреть, как вам с этим обращаться. Вот. А молодому человеку, ну, как я думаю, молодому человеку вам нужно стараться раскрывать, то, что, вот, то, что с вами происходит, вот, то есть, молодому человеку, ну, желательно, стараться до молодого человека как-то доносить, то, что, вот, с вами происходит, то, что вы, чувствуете, то, что вы ощущаете то, чего вам, например, хотелось бы, вот, и так далее. То есть, это, как мне думается и как мне видится вопрос такой, больше коммуникации, вот. То есть, это вопрос именно того, как вы, ну, коммуницируете с своим молодым человеком, вот, то есть, если коммуницируете вы с ним неплохо, да? Вот, если коммуницируете вы с ним, ну, как-то вот, допустим, вот, в целом, нормально, то, ну, вот, вы вполне можете выразить ему, вот, то, что, с вами происходит с вами происходит, вот, а если нет, если вы коммуницируете с ним не очень хорошо, то есть, если здесь вот как раз, ну, какие-то проблемы, проблемы, ну, между вами, если есть какие-то трудности, вот, то в этом случае вам уже нужно, корректировать именно отношения с, ну, с мужчиной, ну, с мужчиной, вполне возможно, вполне возможно, в них у вас тоже есть, ну, какие-то проблемы, да, в них у вас тоже есть какие-то, значит, ну, условно говоря, болезненные моменты, болезненные элементы, вот, ну, в отношениях, именно с ним, именно с ним растут, вот, и, соответственно, это также поддается коррекциям, вот, то есть сложности, ну, именно сложности, в этом, ну, как таковой нет, пожалуй, вот, если вы в данном случае понимаете, что я имею в виду, вот, поэтому я бы предложил смотреть, на ситуацию несколько более широко, вот, я бы предложил смотреть на ситуацию несколько более глобально, и, в общем-то, допускать, что у вас есть над чем поработать, именно вот, ну, над собой. Как-то так, пожалуй, я бы ответил вам на вопрос, сейчас, который вы задаете, я надеюсь, что вам это было. Полезно и интересно, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что он позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.